Вольнику, джитсеру и так далее, проход за ноги и вы упадёте. Если вы не будете просто нырять в ноги, там будет двоечка, и полетели. Если упали, надо уметь бороться лёжа, не вопрос. Если получилось так, что вы поймали проход за ноги, то есть вы успели сделать спортивную технику, убрать ноги назад, но он вцепился в ногу. То есть он пошёл в ногу, я ушёл, но он меня за ногу держит. Да, можно, но бывают такие затылки, что ты просто устанешь его бить. Реально, ты его гасишь, он не чувствует. А он тебя за ногу держит, рано или поздно он тебя свалит, тут много времени не будет. Зачем ухо? Через самые глаза. Постаньте с этой стороны. Приди в правую ногу. Первая спортивная техника, я не хочу потерять равновесие. Я отбрасываю ногу назад и вот здесь грудью ему на спину. То есть я какую-то секунду выиграл. Четыре грабельки сделал. И поднимаю чемодан. Цельные глаза. Нос и глаз. Нос и глаз. Нос и глаз. То есть это по сути очень похоже на то, что мы делали в стойке. Я хочу воспользоваться его головой как джойстиком. Куда я поворачиваю голову, туда поворачивается всё тело. Просто если я поворачиваю вот так, он напрягает мышцы шеи. И ничего не получается. Если я зацепился за глазик. Ещё раз проход. Первое, не упасть. Откидываем одну ногу, ложимся ему на спину. Зацепили. Лучше за глаз. Начинаем поднимать чемодан. Вот здесь перехватываем второй рукой. Это работает от неквалифицированного прохода в ноги. То есть чувак.